Жизнь домохозяйки Елены Дерюшевой превратилась в муки. Не приготовить еду для семьи, не помыться и не помыть ребенка. Из кранов ее квартиры идет вода коричневого цвета. Говорит, у нас всегда были проблемы с водоснабжением. Одни десять назад ситуация усугубилась. Запах отвратительный, вода желтая, мыться невозможно, сварить из нее ничего невозможно, приходится покупать воду. И мы за нее платим. И если водой для питья и приготовления еды еще можно запастись в магазине, то помыться или постирать уже проблема. Как бы того ни хотелось, а людям приходится пользоваться этой ржавой водой, от которой даже сложно отмыть сантехнику. Я уже не знаю, чем чистить эту ванну. Уже всю эмаль смыла чистыми средствами. Такая темная вода идет, да, приходит? Да, серого цвета, белье становится тоже серым цветом. По мнению местных жителей, все дело в станции обезжелезования, где установлены плохие фильтры. От этого и цвет, и запах. Однако представители водоканала утверждают, что оборудование стоит качественное, и проблемы с водой в принципе быть не может. Но люди считают, что их обманывают. Начинают они переключать. То Парижка плачет, что у них вонючая вода. Потом переключают, то мы и плачем. Понимаете, у них один насос вообще без фильтра, мне кажется. В тот момент, когда на Ольгинскую приехала наша съемочная группа, вода была прозрачная. Но долго ли продлится это счастье? Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Тему продолжим с заместителем генерального директора МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства по водоснабжению и водоотведению» Григорием Елизаровым. Здравствуйте, Григорий Николаевич. Мы только что посмотрели сюжет. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Значит, ситуация такова. Когда отключается электроэнергия в жилых домах, насосной станции, то прекращается подача воды. Останавливаются просто-напросто насосы. После включения электроэнергии насосы, естественно, начинают работать. И вода уже подается в трубопроводы. Уже стоячий трубопровод. И идет, естественно, гидравлический удар. И гидравлика смывает все то, что накопилось за многие годы в жилых домах. Жилым домам 1950 года постройки. Не менялись в жилых домах ни одной трубопровода внутри дома. Поэтому, возможно, этот вариант. Что пошла ржавая вода. После первых звонков по ржавой воде наша бригада совместно с лабораторией аккредитованной выехала на место, на две котельные, на улицу Ольгинской бывшей картонажной фабрики, на Спасский проезд. А также посетили три квартиры. Взяли пробы на анализ воды. Вода отвечает всем нормативным показателям Санпина. И по железу, и по запаху. Если ситуация повторится, вы можете как-то успокоить жителей, что все нормально? Ситуация не должна повториться. Мы сегодня обследовали очередные квартиры, уже 46 дома. Вода прозрачная. Да, дело в том, что когда мы посмотрели все вместе на запах, запах какой-то присутствует, но он присутствует в рамках нормативных показателей Санпина. А с чем это может быть связано? Ну, с чем это может быть связано? Это может быть только связано с разложением железобактерий, так называемых, которые откладываются в стальных трубопроводах, которые требуют замены. Вот и все. Но это нормально? Нет, это не нормально. Ситуация может только улучшить. Это замена внутридомовых трубопроводов стальных. А это планируется в каком-то ближайшем будущем? Управляющая компания выполнила ремонт на Спасском проезде трех жилых домов. Я не знаю, есть ли у них в плане капитального ремонта вот эти корпуса 46-ые, неизвестно. Ну, просто надо уточнить в управляющей компании. Большое спасибо за то, что нашли время и приехали к нам в студию. А я напомню, что у нас в гостях был заместитель генерального директора Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства по водоснабжению и водоотведению Григорий Елизаров. Продолжение следует...